После вот этого открытия, конечно, Кирилл и Мефодий, все эти памятники, все эти праздники русской письменности, они становятся смешными. Они становятся смешными. Потому что наш язык, он не каждому мил, но прошло уже тысячи лет. И по-русски вселенная мир, и по-русски вселенная свет. Так решила природа сама, чтобы слово совпало и суть. Мир и свет, не война и не тьма. Это русская для мира путь. По России есть порядка десяти человек, которые активно занимаются языком. Радует то, что у каждого из этих людей свой подход к нашему русскому языку. Но главное, что на выходе мы получаем примерно одинаковые результаты, которые укладываются в эту мыслеформу, название которой алфавит. Поскольку их не так много, я перечислю Плешанов, который выпустил пять небольших книг. Русский язык, как алфавит вселенной. Дим, принеси мою сумку, а, можешь? Конечно. Сейчас я вам покажу эти книги, чтобы у вас не задалось впечатление, что я один занимаюсь, и больше никто ничего не делает. Единственное, что нас различает, это подходы. Мне удалось воссоздать матрицу русского языка, которая состоит из ключевых слов. И вот при помощи этих ключевых слов начинаешь понимать тот сакральный смысл, тот сакральный смысл, который скрыт внутри каждого слова. И, по сути дела, вопросов-то у нас нет, у тех, кто владеет русским языком. Ответ можно получить, причем ответ, само слово по себе говорит. Ответ, то есть, на самом деле, получаешь, когда пользуешься, например, матрицей, получаешь изначальную... Зачем это слово вообще в мире существует? Потому что это только человек может себе позволить такую роскость существовать для того, чтобы заработать какие-то деньги, проесть их, сходить на унитаз, опять заработать, опять проесть. В такой схеме слово так не может. То есть, слово работает, слово материализует. Для того, чтобы это понять, надо знать, например, что же обозначает слово мысль. Надо понимать, что мысль материальная только в том случае, если она имеет смысл, сила мысли. Так вот, Плешанов, у меня подход через ключевые слова. А это вот одно из первых слов ключевое, РА, обозначающее свет, смысл, Солнце. У Плешанова подход через числа. То есть, он нашим азбуком, ну, напишем нашу современную, да, А, Б, В, придает числовые значения и потом раскладывает слова, нумерует, создает общее число, дает характеристику. Таким образом, получается, выходит на смысл. Поэтому же пути, более упрощенный вариант, причем варианты разные. Можно почесать ухо левой рукой, а можно почесать ухо правой, а можно по системе йогов левой ногой или правой. Вот, поэтому разные подходы. Но главное, все они базируются на выходе на смысл. А смысл одинаковый. Почему одинаковый? Потому что язык, которым мы занимаемся, это предшественник санскрита, диванагари, таких древних языков. То есть, единый язык, который был раньше на земле. Это именно русский язык, да? Именно русский язык. Это не я имею в виду, это объективность. Это объективность, да. Не, ну, русский язык от старого русского же отличается. Ну, что вы имеете в виду под старый? Под старый язык. Произношение, там, я их не знаю, сейчас использую. Много чем выяснили. Главное, что смысл не отличается. А произношение, правописание отличается, да. А чисто внешние отличия, вот, и слуховые. А смысловые, что самое удивительное. Я буду говорить о том смысле, который вот с тех времен достался нам. Потому что, если бы смысл изменился бы, тогда мир бы хоть летел бы в тартарары. Вы же строите родовое поместье. Да, конечно. То есть, понятно, да, что род это основа света и добра. А поместье, па это охрана, место. То есть, охраняемое место. А все, что вокруг родового поместа, это природа. Природа. То есть, природу вы должны знать. Поэтому, без знания вот этих элементарных вещей, которые вас окружают, это не просто изделие, не просто красиво, а это несет тоже очень сильную информацию. Без этого недоступен вход в русский язык. Это однозначно. С дебичкой сеги. Вот это одна из дверей. Плешанов, видите? Русский алфавит – явление звезды Зафира. Русский алфавит – основа прогнозирования глобальных катаклизмов. Он подходит с числовой матрицей. Русский алфавит – единый закон Вселенной. Русский алфавит – как инструмент научного познания Вселенной. Она тоже подходит к изучению русского языка с точки зрения числовых матриц. И книги у нее так и называются. «Числовая мандала человека. Прикладная нумерология. Защитная сила слова». Это, по сути дела, продолжатели школы Пифагора. Ведь Пифагор говорил, что в мир есть число. Но если мы разберемся, что такое число, то мы выходим опять на слово. Поэтому Пифагор немножко лукавил. Вот «Абракадабра». Это очень интересная книга. Уже лингвиста. Тоже занимается языком. Но поскольку он арабист, он проводит в параллели русский и арабский языки. И с этой точки зрения тоже выходит на смысловое значение слов, поговорок. И тоже очень интересно. Я вам показываю только те книги, которые рекомендую для чтения. И которые доступны. Но может быть не сразу, а на определенные такие. Александр Драгункин тоже лингвист. И занимается тоже... Вот он здесь подписывает, видите, Путину книгу о смысловом значении русского языка. Он с точки зрения английский и русский, с точки зрения прокорня подходит. То есть раньше, ранее, гласных как таковых не было. Были только согласные. Вот он с этой точки зрения слова объединяет, выделяет из них общий контекст. Тоже очень интересно. Написано на таком эмоциональном подъеме. И читаешь, получаешь удовольствие. Просто очень хорошим языком. Что еще вам... И вот книги Чудинова, которые я считаю, что недооценен еще. Они вышли вот только в начале года. Ну, немножко раньше. Но лежали на полках 25 лет. Почему? Потому что этот человек вот в этих книгах доказывает, что русское письменно существовало 24 тысячи лет назад. То есть он научился читать надписи на языческих камнях в Стоунхедже, в Перу, в Египте, в любом конце света написанном на русском языке, русской руницей. Более того, вот этот человек, я просто на обозрение его. Я думаю, что он... Если ему Нобелевскую не дадут, то насколько глуп наш мир просто-напросто. Он дает в своей книге, важно, что он дает, силобари, руницы. То есть вот как буквы, как они были изначально. И вот при помощи, пользуясь этим силобарием, можно читать ну все, 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 что датируется вот самыми первыми веками, что раньше было нечитабельно. Вот. Он доказывает, что такие наши гиганты, как Пушкин, Гоголь, которые писали свои рукописи и делали рисунки на полях. Меня тоже всегда это удивляло. На самом деле он показывает, что в рисунках при помощи вот этого силобария, руницы, зашифровано отношение к эпохе, отношение к царю. То есть они владели руницей. То есть письменностью, которой 24 тысячи лет. И вот теперь начинаешь понимать, почему там придворный Пушкин так относился вот ко двору там. Потому что он знал то, что для большинства уже было утеряно. вот истоки. Истоки. Поэтому он совершенно себя спокойно чувствовал. Шел как ледокол и для него там царь не указ. Поэтому его, в общем-то, и угробили. Вот. И вот эта книга тоже она лежала. И эта тоже лежала 25 тысяч лет. Стремитесь найти эти книги. Потому что у людей сейчас потребность в этом. Мы сейчас живем накануне Великого Перехода. И если мы к этому не подготовимся, естественно, вот. Поэтому изучайте русский язык. Вот. Но своими книгами я не могу похвастать. Поэтому это пока в устном переложении. Но к концу года уже на 200% можно сказать, что она выйдет. Тоже почитайте. Я ее специально готовил, потому что это была ошибка. Я преподавал в университете, занимался наукой достаточно долго. И я понял, что академические авторы, они выражаются академическим языком элементарной мыслью. Можно сказать, мы косили траву, да, а можно сказать, мы занимались отчуждением наземной фитомассы. Можно сказать, мы там ели жимолось в кустах нашли, а можно сказать, мы поедали соплодия лениц рейдулиц. То есть, вот это академический язык. И поэтому большинству людей, к сожалению, поскольку они не ботаники, он просто недоступен. Поэтому я попытался своей книгой сделать ее удобоваримой для 80% населения. Второе важное. У меня не просто расшифровка смысла, а у меня выход на традиции. На русскую традицию. И это очень важно, потому что люди, которые вошли в традицию, они начинают совсем подробно, они начинают сами воспринимать информацию. У них раскрываются солнечные батареи, они вот тушат такие костры, выливают содержимое из котелков, выкидывают котелок, сдают в котелок те, кто их принимает, и живет за счет солнечной энергии. Это тоже выход через русский язык. Я вам покажу, если у меня хватит времени, потому что это очень важно для всех вас, потому что просто расшифровывать слова это интересно, но это никуда не ведет. А когда ты выходишь и получаешь путь, это другое дело. Великий, могучий русский, знающий русский язык. Сейчас я попытаюсь доказать почему. Почему алфавит называется алфавитом? Потому что здесь же зашифровано обращение предков к нам. Первый, людям освещающий вид жизни, то есть первое, что людям освещает жизнь, это алфавит. Алфавит, понимаете? Вот. Почему он и называется алфавитом? Нам дали для изучения букв, букварь. Буква. Ар. Ар – это земля, то есть есть солнце, да, а напротив солнца земля, да. Понимаете, ра, прочитать назад, ар. Ар – земля. Буквы – земли, букварь. Словарь – буквы, то есть слова земли, опять же, понимаете? То есть в любом слове, в любом слове нас вот берут прям вот как котенка, когда учат, чтоб он ходил там в ящик, а не гадил по углам, тыркают, что вот смотри, смотри, все это неспроста, все это неспроста. Расшифровка старославянской азбуки, то есть вот азбука, веды, глаголь, добро. Но если мы эти буквы закроем, получается опять как бы нам предки обращаются. Но в земли через буквы ведайте, говорим вам, добро есть жизнь земли, ибо солнечные и светные люди мыслящие, детьми отца своего. Помни, Ра, слово твердо. Понимаете? То есть везде, везде нам расставлены знаки, а мы ходим и сами себя не слышим, не понимаем, о чем говорим. Поскольку речь идет образование, я попытаюсь и начать с образа. То есть образование на самом деле это не сумма знаний, которые нам бивают в садике, в школе, в вузе. А образование это образ, баяние, баяние образа. Если этого не происходит, то получается без образа, без образа. поэтому для того, чтобы не уподобляться и не впихивать вам там суффиксы, окончания, приставки, наречия и прочее, я попробую создать образ русского языка. Образ русского языка представляется вот в виде такой матрешки. Матрешка это символ русского языка на самом деле. все иностранцы пытаются купить русскую матрешку. Почему? Потому что раньше был язык один. Мир. Мир был назван Руссией. Это потом. Вы сейчас могли убедиться, как происходит. Был СССР, пум-пум-пум, куча других держав, президентов и разных смешных республик. То же самое было с миром. Об этом мы позднее поговорим. Итак, стимул русского языка матрешка. Почему матрешка? Потому что только она наиболее полно символизирует вот как надо подходить к раскрытию отдельных слов в русском языке. Вот я всегда привожу такое важное слово СО-ХРА-НИТЬ. Что мы должны в этой жизни сохранить? Вот в разных аудиториях отвечают по-разному там любовь, семью, деньги машину жену мужа кого угодно на самом деле ответ в самом слове вот на этом уровне начинаем расшифровывать открываем например для этого словарь Даля или Ожогова любого Репкина любого лингвиста который занимается этимологией слова читаем сохранить значит сберечь что-либо кого-либо сберечь это первый уровень открываем второй уровень доходим до уровня слога выделяем слога слога эти ключевые вот эти вот из этих слога состоит ключевая матрица СО ключевое слово СО очень важное слово СО это душа отсюда СО душу спасить отсюда человек СО сдан душа землянину дана отсюда Создатель то есть тот кто дает душу землянину отсюда СО чувствие то есть чувствовать душу другого человека близкого тебе отсюда сострадание отсюда сознание духовное знание отсюда совесть наконец то есть твердые духовные знания и так далее Убедил вас, да, что душа Ра, ну ура Это понятно, да Солнце, свет Нить Это связь, связи, нить То есть, что мы должны сохранить Ответ в самом слове, на уровне слогов Светлые Духовные связи То есть, прежде всего, в себе Надо сохранить Светлые духовные связи, веру в добро Мы изначально так созданы Если эти связи нарушаются Человек уже перестает быть Разумным Это совершенно другой подвиг То есть, вот для Это обережная буква То есть, вот на уровне слога мы понимаем Что мы должны Сохранить светлые духовные связи И это есть правда Попробуем дальше расшифровать Уточнить, так сказать На уровне буквы Вот разобьем на буквы И попробуем Прочитать Потому что смысл Смысл правильный Вы можете убедить Вы расшифровали на уровне слога, например Смысл слова Ага, вам понравилось Ну что в себя проверить Перепроверить Вы разбейте на буквы И попробуйте по буквам получить тот же смысл Если у вас смысл и сходится, значит вы на верном пути Если не сходится, значит что-то не так Итак, по буквам СО Что такое душа? О это основа С это суть То есть, основная суть Наша основная суть Это душа Вы согласны? Основная суть РА Что такое свет солнца? А это первооснова Р это свет То есть, светлая первооснова Нить Что такое? Н это начало И устремленное вверх Т это твердо То есть, что мы должны сохранить? Мы должны сохранить Основную суть Светлое первоначало И начало устремленное вверх Твердо Вот что мы должны прежде всего сохранить То есть, опять же, вот эти светлые духовные связи Видите, на уровне букв Тот же самый смысл получается Вот она матрешка И в конечном итоге мы добираемся До сути До сути Вот поэтому Поскольку генетическая эта память У каждого Будь то испанец Будь то кубинец Американец Дремлет Вот Человек, приезжая к нам Пытается купить русскую матрешку Потому что он чувствует Что-то такое Что Ну, ему близко Ему близко Вот Больше того Я вот Выступаю Перед аудиториями Часто И многие мне подходят Юрий Борисович, у нас такое ощущение Что мы это знали Вот вы говорите А мы вот это Как бы знаем Именно этого я и хочу добиться Потому что моя задача Не рассказать вам О каждом слове Я хочу на примере слов вам Показать Методику подхода К словам А вы уже начинаете Потом Задумываться Вы начинаете Смотреть Какими словами Вы пользуетесь Кто вас окружает Начинаете Анализировать Фамилию своего рода Вы начинаете понимать Предозначение рода Вы начинаете понимать Правильно ли вас назвали В структуре ли вы рода Находитесь И тем ли вы Занимаетесь А может быть Совершенно не тем И сколько Я говорю У меня вот Ну было несколько случаев Один из самых ярких У меня друг есть Саша Лисицын Да Я говорю Саша А ты знаешь Что ты в прошлой жизни Был китайцем Как А ты Вот напиши Вот так фамилию Лиси 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 Ты говорю Ты Причем это было Прошлой жизни Он Да ты что И он начал После этого Заниматься Восточными языками И сейчас Он один из Крупнейших специалистов По традиционной Культуре Китая И уехал Более того С семьей в Китай Понимаете К чему вышел человек Через Ну Там с моей помощью Или не с моей Это не важно Но Просто мы Мы не Слышим Что мы говорим Понимаете Я всегда задаю В аудитории вопрос Вы верующий А? Да Верующий Да Ну вот видите Вот кто был Уже говорит Да Верующий Потому что Не важно Ходите вы в церковь Не ходите Отдаете вы батюшке Деньги Не отдаете Но вы Ищите веру Веру Ищу я Верующая Вот что значит Понимаете Потому что Религий много Самые крупные Из них Христианство Ислам И Так А здесь Веру Ищу Я Вера Свет Ве Это знание Отсюда Отсюда Веды Отсюда Вести Отсюда Невеста Не знающая Главного Отсюда Ну все Подсказывайте Любое слово Где Ве Есть Отсюда Ответ А ветер Вот Ветер Да Ветер Тоже Знающий Вы знаете Такую пословию Знаю Откуда дую То есть Он знающий Свет Ветер На самом деле Это Не Метеорологическое Понятие А ветер Это Стихия И вот Для работы Со стихиалиями То есть Для управления Ветром Для управления Погодой Вы чувствуете Какая погода А позавчера Какая была Для управления Всем этими Вещами Есть Люди Которые владеют Этими знаниями И поэтому Когда ты знаешь Правильную расшифровку Ветра То В общем-то Достаточно Просто Например Находясь на парном Судне Вызвать попутный Ветер Причем Попутный тебе И Противоположный Твоим Преследователям Это В общем Элементарные вещи Но Как говорили Мы пришли В мир Не для того Чтобы показывать Фокус То есть Вот первый Первая расшифровка Слова Вот на этом уровне Вы пробуете Просто понять Само слово А то Мы К Тополевым Когда Расставались Там тоже Меня спросили Колея Ну такое Простое слово Самое Я говорю Ну домашнее задание Возьмите Расшифруйте Попробуйте Колею Сами Ну там Пытались Пытались Не удалось А на самом деле Если бы они задумались Маленько отвлеклись Ну вспомнили слово Околеть И колея Понимаете Ведь Песня Высоцкого Колея Это не песенка Шофера Как ее сейчас Трактуют Там сборник На самом деле Это философская песня Это Попытка выбраться Из привычной Колеи Вот Мы все Ведь нас Начиная с детского Садика Загоняют Вот этой Образовательной В кавычках Программы В определенную Колею Из которой Высовываться Достаточно сложно Особенно Вот в Савдепе Очень сложно было Высовываться Потому что Все кто высовывался Из колеи Вот Всех постригали Поэтому Колея Это вот Человек Таким Сокостеневшим Сознанием Околевший По сути дела То есть У него твердое Такое И его ничем Не убедишь Поэтому Попробуйте Вот взглянуть Вот как на Лисицына Да Нетривиально Вот все говорят Игорь Борисович Вы Приметы Верите Ну как же Не верить Вы слышите Слово Прими Это То есть Тут однозначно Тут обязательно Нужно верить Потому что Если вам Вот На подносе Или говорят Народные Там Пословицы Да А если по другому На То есть возьми Родной По Словица Охрану Человека Словами То есть Народные На Родной Обращаются нам Из глубины веков Предки На Родной Пословицу Или там По Га Горка По Охрана Говор Понятно Да Ца Кает Духа Охрана Говором Духа На Родной Возьми охрану Говором Духа То есть Словами Нет Мы бежим Там Запоминаем То что не нужно Или пользуем Всу и так Что Лысин Это вам встает Вот То есть Вот этот Первый этап Вы должны Прежде чем Понять Суть слова Вы должны Сделать По другому Ударение Разбить Это слово На слоге Вот Если уже После этого Слово Становит Ну Недоступно Вот Тогда уже Начать По ключевым словам Там Или при помощи Числовых матриц Это уж Кому как Душа позволяет Переходить К расшифровке Смысла Отсюда Начинаешь Понимать Что такое Папа Да Почему Папа Римский Почему они Папа Назвали себя А не какой-нибудь Там Вот Потому что Папа Это когда Повторение Повторение Идет Охранного Слога Это усиление Функции Охранной Функции То есть Папа Не просто Охранник А страж Страж Семьи Папа Квадрат Папа Да Папа Квадрат Папа Заговорили А мама 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 Ну мы сейчас Не она Говорим Но Мама Материализующая Материю А Ку-ку Тоже не Пупа Ку-ку 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 Вообще Ну Поперечеркиваем Да Будем Ко Ко Я вам Сразу скажу Что Ко Это тоже Ведь Создатели Создатели Нашего Вернее Не нашего А общечеловеческого Языка Они прежде всего Хотели добиться Для человека Охраны Ко Это тоже Слово Оберег Поэтому Если вы Проанализируете Домашних Животных Ко Ко Рова Ко Бель Кошка Коза Коза Ко Кочет То есть Везде Ко То есть Конь То есть Везде Ко То есть Подсунуты Были Ну не подсунуты А Предложены Человеку Именно такие Животные Ко 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 Понимаете И вот Когда Это самое Там Русских Скаках Ко 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 Не ходите Далеко Не говорят Там просто Эй Не ходите Далеко А Ко Ко То есть Ко Роль То есть Чтобы понять Роль Ко То есть Шароль Его роль Оберегать Народ Понимаете Оберегать Народ Вот эти Знания Даются Для того Чтобы они Помогли Вам Жизнь На земле Для того Чтобы совершенствовать Душу Не наращивать Там Вот этот Свой арбуз Или еще Что-нибудь А именно Совершенствование Души Если вы На одну Ступеньку Хотя бы Не поднялись Вы считаете Это Хоть это грубо Пускай И жестко Звучит Но вы прожили Жизнь Зря Надо Совершенствоваться Для этого Мы здесь Пребываем В одной Реинкарнации В другой В третьей Но мы Об этом Будем Говорить Когда будем Разбирать Слово Человек Ребенок Время И прочее Сейчас мы Говорим О ПА 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 Поэтому Вот нам данные Я вам говорил Да ПА Я буду писать Так как слышу То есть Вы меня Извините Я понимаю Что ПО Но Я вот Уже раз Сдавал Так В редакцию Мне там Редактор ПА СЛО ВИ ЦА ЦА Это человек Ну слова Понятны Слова Устремленные Вверх ПА Это охрана То есть Пословица На родной Пословицу На родной Охрану словами Человека Устремленные Вверх То есть Человек Который Думает О совершенствовании Своей души Стремиться Вверх Возьми охрану Изучай слова Бери пословица Потому что Пословицы Они созданы Высказаны В такой интонации В таком тембре С такими паузами Что они Активизируют Энергетику Человека Я вот рассказываю Людям анекдот Приводят в милицию Человек Говорит Почему убили Теоскера Он говорит Ну если бы у него Было написано На этом самом Объявлении Водки нет Я бы ушел А у него написано Водки нет Что значит Интонация Это очень важно Очень важно Как сказано Когда сказано Кем сказано И где сказано Очень важно Это материализация Все говорят Мысль материальна А она материальна Может быть только Это когда Когда вы понимаете Суть Того чего Говорить Без этого Без этого Это Ну мы о речи Еще будем говорить Так Па Ну ладно Буду писать привычно Но Слава Богу Мы говорим правильно И поэтому слова Сохраняют свою энергетику Например Когда мы Слово подарок Говорим Да Вот мы делаем подарок Это наш обычай Так сказать Можно сказать Традиция А почему мы делаем Подарок Друг другу Совершенно критерии Какие-то необъяснимые Там подарили вам на тысячу Вы должны там На тысячу вроде как Этот такой подарок Тебе не хуже надо На самом-то деле Подарок Подарок Это в своем условии Охранный Дар Арию Арии Это Ар земля Арии Это землянин То есть Смысл подарка Это Охранный дар Арию То есть Если вы Вот этот смысл Вкладываете В подарок То Любой подарок Играет Обережную роль И несет Свою подарочную функцию Вот Почему мы должны Друг другу Как можно больше Дарить Чего угодно Вот я Гравилатик Вот этот Сорвал Подарю Сейчас Нашему гусляру И у него гусли Будут играть Лучше В течение года Вот это Мой подарок Асторический момент Потому что Он понимает Смысл этого слова Подарок И я понимаю И он Работает Вот То есть Важен Смысл Больше того Вот поцелуй Я всегда говорю Об этом тоже Важно Молодежи Много Слава Богу Поцелуй Мы же в поцелуй Усматриваем физиологию А на самом деле Поцелую Охрана Целого Охрана Целого Люди Целуются Молодой человек С девушкой Целуются Создают Пространство Любви И чтобы Это пространство Не нарушилось Они Обмениваются Метками Охранными То есть Поцелуй Охрана Целого Родственники Встречаются Пространство Рода И вот Чтобы этот род Сохранить Родственники Совершенно На генетическом уровне Произволенно Начинают Целоваться И вы Обратите Внимание Что Ведь Поцелуй Поцелуй Мало Народа За рубежом Обменивается Поцелуями А вот В таких масштабах Троекратно Почему Троекратно Это Брежнев Воспоминают Это Опять же Инверсия Понимаете Инверсия Это Насмешка А на самом деле Даже Христиане Сохранили Праздник Поцелуя И по-моему Даже в июле Где-то Празднуют А Пасха То есть Вот Сегодня Предложили Дети Мы Вот Поэтому Вот Первая функция Это значит Охрана Целостности А вторая функция Это уже там Физиология И там разбитка пошла На французский И прочие вещи Более того Когда Понимаешь Вот это Охранное слово Па Ты понимаешь Вот традицию На Пасашок У меня уже Автоматически пишется Пасашок То есть То есть У русских Понятная традиция Собрались И еще Человек Еле на ногах Ну Пасашок Чтобы вышел За дверью И упал Далеко На похмел На самом деле Когда понимаешь Ключевые слова Русского языка То понимаешь Что Па Это охрана Сой Это душа Шок Это непредвиденные обстоятельства То есть На То есть Расходимся И Когда расходились Или там Шли сподвижники Окучивать земли Ему говорили На То есть Возьми На Возьми охрану души От непредвиденных обстоятельств И с тобой ничего не будет Вот Это традиция Откуда То есть Возьми охрану души От непредвиденных обстоятельств Все Этим было сказано Раньше Вообще Замков не было Вот так Поперливать посохом Дверь Все Обережная функция посоха Вот поэтому Короли Президенты Все наши Деда Мороза Волшебники У всех Посох в руке И у людей Пожилых На самом деле Он ходит с палочкой Даже не опирается на нее И он может даже не знает Эту традицию Что он посошок Но у него просто На уровне генетической памяти Уже к старости Оно Обережная функция посошка Где-то всплывает Вы Когда идете за грибами Вы непроизвольно Выламываете Вот так Палочку тоже Там вроде для поиска грибов Но вы Просто Контролируете себя Через два часа Вы увидите эту палочку В руке Она вот так задрана Вы ничего не ищете Ходите Она вам Вы только Так ее вольете Это генетическая память Вот то Что я пытаюсь У вас разбудить То есть На уровне генетической памяти Это посошок Как оберег Как оберег Вышли Потому что Вы заходите в лес Вы горожане Лес для вас Непривычная Незнакомая Агрессивная среда И вы Поэтому Стараетесь Как-то Ну Сбереть себя Поэтому С этим посошком Ходите Поэтому Это тоже Очень важно Знать И применять Так как следует Посошок Есть посошок Никуда не денешься А значит Посох 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 Это одно и то же Это просто Различные формы Ведь Моисей Когда там Они Египтян Обокрали Возвращались Там в края Обитованные Вот И Нам было Через залив Быстро Перейти Потому что Они забрали У египтян Ну Это я все Как в Евангелии Написано Они же там Взяли самое ценное И смылись ночью И надо было Перейти Синайский залив И Моисей Положил посох И они Ака посоху Прошли То есть Не замочив ног Через залив Египтяне прибежали Когда За ценностями Они уже на той стороне Поздно Вот Ака посоху То есть Это важно знать И Тоже У себя Например Держать Посох Посох Около двери Например Это очень важно Кто-то здесь поставил Очень хорошо Отмахнуться Вот Вот видите Какое Ключевое слово Па Казалось бы Небольшое слово Отдает Такое Понятие Я бы сказал Переворачивающее Мир Более того Понятие 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 То есть Тоже Мы же говорим Понятие 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 Яве Твердо Твердо Устремленная Вещь То есть Понятие Вот эта сумка Да Это Твердое Понятие Но может Оно не устремленное Вех Материальное Но тем не менее Понятие Сумка Позволяет Все книги Которые Здесь Сохранить Очень важно Па Знать Применение К дому Вот здесь Большинство Женщин Дом Дающий Охрану Матери А почему Он дает Охрану Матери Потому что Интерьер Дома Во многих Своих Элементах Включает Частицу Па Прежде всего Па Рог Порог Это граница Дома И поэтому Порог Назван Порогом Охрана Рог Силь То есть Сильная Охрана Вот А сейчас Вы заметили Что Дверные коробки Выпускаются Без порога Это что-то значит Понимаете Это Снятие Одного Из Я вам буду Пример за примером Показывать Как это снимается Как это Получается Буква за буквой Слог за слогом Сейчас Думисты Опять И Хочет вытянуть И Ё Вот Это же Все лишение Энергетики Ё-моё Вот Понимаете Так и здесь На примере С порогом Порог Основная защита Половица Погреб Полотенце Подоконник Потолок Палатик Везде Па Потому что Дом Дает охрану Матери Только за счет Того Что Полка Только за счет Того Что Насыщен Вот этой Охранной частицей Это кажется На первую взгляд Особенно Когда впервые слышите Ну как бы С усмешкой Воспринимается Ну это та Это та Вы Можете Однозначно Верить А нас потихоньку Лишают Этому Мы раньше же ели Тут Романа нету Шкаря Мы раньше ели Палочками Понимаете Японцы С китайцами До сих пор Едят Палочками А западная Цивилизация Продвинулась Далеко Вперед Палочка Ло Это Местилище Па Это Охраны Чей Это Человек Ка Это Дух То есть Местилище Охраны Человеческого Духа Па У нас Забрали Мы даже Не заметили Как это Получилось Лочка Которая Даже вот Доска Палит Мужчина Которая Со временем Стала Значит Ложкой Ло Шка Шка Дух Ложь для духа То есть Называя Ложку Ложкой Мы Постоянно Ну Тот Кто питается Грубой Пищей Постоянно Вовнутрь Для духа Для своего Поставляем Ложную информацию Хотели мы этого И не хотели Потому что Ложь Ложь Для духа Поэтому я всегда Призываю всех Не отказываться От ложек Просто Называть их Палочками Как правильно И это Помогает Это помогает Вот и А? А поломник Переповаривать А поломник А поломник Хорошо называется А похлебка Похлебка Тоже хорошо называется Охрана То что хлебаешь Тебя охраняет А вилка? Короче Все палочками Можно называть Нет Вилка Она хорошо Переводится Знания Устремленные Так То есть Вилка Это поставщик Знаний Устремленных Вверх Для Духовных Людей То есть Вилка Это нормально Вилка Вилкой Можно называть А? Вилка Не палочками Да На данном этапе Это одинаково Потому что В силу Тех правил Которыми Нас нагрузили Ведь Вы поймите Что Правила Законы Инструкции Распоряжения Они пишутся Кучкой людей Для Другой Кучки людей Которая Это оплатила По сути дела Так вот Вот эти правила Русского языка Я считаю Что это Один из вариантов Проплаченный Из вариантов Чтобы лишить Энергетики Русский язык Я это Называю Лингвистической Диверсией Она Не сразу Диверсия Она буква За буковкой Изменяется Правописание В конечном итоге Выхоласьчивается Суть Понимаете Это очень важно Называть Вещи Своими именами Вот И Так Кирилл и Мефодий Были диверсантами Это у Анастасии Написано В четвертом тонне Черном по белому Вот Что касается Кирилла и Мефодий Я не хочу просто Останавливаться На этих монахах Они 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 Нет Ну Раз задан вопрос Я должен ответ Сказать Кирилл и Мефодий Их Они не создатели Письменности Это люди Которые Сделали Удобоваримой Существующую Нашу азбуку Для перевода Греческих Византийских Книг Церковных На русский язык Вот и все Потому что Мы были язычники Вот Язычники Это кстати Слово Которым можно гордиться Это слово Это тоже Вы нигде Не прочитаете Это впервые Если выйдет книга Выйдет Вернее У меня Язычество Язычество Это период Когда Вот мир был создан Бог создал мир Назвал мир Миром Энцефалидный костюм Энцефалидным костюмом Значит Травинку Там Гравилат Гравилатом Вот И призвал Поскольку мы были созданы По образу и подобию Призвал к сотрудничеству Нас Чтобы мы тоже Вот сохраняли этот мир И развивали его Улучшали Язычество Я Суд То есть Или я То есть Всех нас Зову Человека Словом твердым Созидать Во Во Это Вояние То есть Я зову человека Словом твердым Воять Воять Улучшать Сохранять Вот язычество То есть Язычество Это тот период Когда люди Все владели Словом Вот Таких вот толмачей Как я не было Все были такими Понимали То есть Могли материализовать Могли летать Летать могли еще Древнегреческие герои Помните Из этих легенд Ну а потом Эти знания Потихоньку Потихоньку Вот так То Йо То мягкий знак То Ять То Ол Защитную букву В общем-то Который Это ключ К переходу На Питание На раскрытие Солнечной батареи Все это Повыдергивали И у нас осталось Вот По сути дела Сейчас Мы имеем Вариант Вариант Азбуки Который Годится Для общения А на самом-то деле Язык Он Дан Общение Это вторичная функция Язык Мы должны Беречь Берегите Отсюда Берлога Беречь Логово Зверя Отсюда Березы Берегите Берегите Речь Почему мы Речь Должны Беречь Потому что Речь Ре Это восстановление Реконструкция Чей это человек Восстановление При помощи слов Человека Энергетики его Понимаете При помощи Слов Сказанных В определенном порядке В определенное время С определенной паузой В определенной тональности С определенным Энергетическим напрягом Можно материализовать мир Вы же видите На примере Дорами Фасоль Оси Семь ключевых слов Материализован Музыкальный мир Почему? Потому что они На нотном стане С различными ключами Выстраиваются В определенном порядке Материализуют Ту или иную песню А эти песни Приносят доходы Шоу бизнесменов Которые их там Вкладывают На покупку В дач На Майами Где угодно Либо что угодно В духе В сапоге И прочее Вот происходит Материализация Таким образом А Речь Речь Первое Что мы должны помнить Она создана Не для общения А для Самовосстановления Самовосстановления Раньше Раньше Для этого Существовал Целый клан Жрецов Жречества Жизнь Восстанавливает Человеческую Словом Твердым Созидание Вот что Жречество Такое Они просто Там Почему До сих пор Египетские Жрецы Говорят на русском Они общаются Там с фараонами И на Египетском языке Но Сакральный язык При помощи которых Они там Влияют На стихиалии На Восстановление На свое На Государственное Это русский язык Так что Специально для этого Был создан клан Который занимался Вот Восстановлением Управлением Сейчас занимаются Вот Управлением А для того Чтобы заниматься Управлением людей Людям вообще Не надо эти знания давать Потому что Человек Который осведомлен Он трудно управляем Понимаете Когда человек Осведомлен Он понимает Что такое честь Человек Слово твердого И никакой Это не почет Который написан В этим логических словах Потому что Почетных людей У нас полная дума А единицы Можно На одной руке Хватит Которые А человек Слово твердого Это честь Ты начинаешь понимать Что такое совесть Со душа Вес знания Слова твердого То есть Твердые духовные знания Вот что такое совесть То есть Ты никогда не Не А? А? Сами же говорили Что Все слова Произошли от русских Да А почему Вот именно Лисицы Это что-то китайское А где вы Не от слова Лиса Ведическое Значит Я понимаю Я понимаю вопрос Нет-нет-нет Вопрос правильный Потому что Лисицын В прошлой жизни Был китайцем У него Это Реинкарнация Одиннадцатая Если мы будем Исходить От слова Лиса Можно тоже То есть Мы Лисицын Можем расшифровать Ли Си Я вообще Опять я Статываюсь На фамилии Народ Есть лисицын Нет Ну просто Лисицын Это соединитель Если От сакрального Отталкивается Но Для того Чтобы понять Человеку Свои способности Заложенные Внутри Вот Ему Необходимо Помнить Свои жизни Так вот Лисицыну Почему Помогло Именно это Вспоминание Потому что Это было Совсем недалеко Это было В прошлой жизни Он жил В Китае Он занимался Китайским языком И когда он Вспомнил Эту свою жизнь У него пошел Восточные языки Очень хорошо Если я Например В своей предыдущей жизни Я был знахарем В Мексике Я вот Все травы знаю Здесь Имеют по барабану Мексика Или там Тереховка Кедровка Или тополевка Вот Четыре тысячи видов У нас на Дальнем Востоке Я их знаю Я их знаю Как применять Вот А они мне эти знания Реально помогают У меня к этому Есть склонность Потому что Держать в голове Четыре тысячи Латинских названий Прежде всего Я русский Могу не помнить Латинский Вы хотите Чтобы вы Экскурсию Перевести Ну давайте 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 Что-то сбили Какой-то мысль Давайте Лучше по словам Давайте По словам Потом посмотрим Молитва Давай Да можно Все угодно Спрашивайте Я бы приехал Ваше распоряжение Понимаете Я это не расскажу Молитва Молитва Это очень сильное слово Молитва Мантра Как угодно назовите Но Начинается перевод Как правило С ударного слога Всегда Молитва Ли Ли Это соединение Отсюда Лига наций Путь соединения наций Отсюда Лига 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 Между нотами Да Лига Соединение Между нотами Да и Куда ни кинь Блин То есть Соединяющие мелкие крупицы Эти самые Вот в этот Блин Литье И дальше Ли Соединение То есть Молитва Это соединяющие Лист Материю Созидание Твердо То есть Молитва Конечно Настоящая молитва Я не говорю Что там В храмах Непонятно что На алтаре стоит Бу-бу-бу Нет Молитва Это слова Произнесенные Четко Внятно И направленные На создание материи Твердо направленные То есть Молитва Молитва Что означает Ваять Ваяние Вая То есть Образование Ваяние То есть Ваяние Соединение Вот этого Материи Причем Твердое Соединение Молитва Правильно Произнесенная Правильно Составленная И главное В нужное Время В нужное Время Это очень важно Она на самом деле Помогает Собирать душу То есть Душа-то у нас И вот Чтобы ее собрать И служат Эти слова Молитвы Причем я не говорю Что эти молитвы Которые там написаны Молитва По слову Да там Часть из них Реально работает А Я говорю просто О словах Произнесенных От души От сердца Молитвенным образом Вот И они помогают Вот это молитвы Можно назвать Не обязательно Что они вот Включены В молитвах Вернее Включены Не обязательно Вы говорите Словыми словами Верьте в это И у вас получится Эффект Я просто вот На своем примере Расскажу Я был молодым Специалистом Образование у меня Лесное И мы устраивали Леса В лесустроительной Экспедиции Это верховье Бекина Может кто знает Бекинское Плато Вот Потом Хендей там Работал И у меня Вдруг Рабочие подожгли Этот лес А там Ельники Молодые Вот И вот День лесника Как сейчас Помню Сентябрь У меня Рация Пи-пи-пи Игорь Горим Я говорю Где там Ну я всех Собрал Стабры Ночью С фонарями Пошли туда Приходим Лес Стеной Огонь Идет Но это Все Это Понимаете Что На моей Так сказать Жизни Я ничего Не могу Сделать Ничего Не могу Горит Потому что Пороче Верхового Кто имеет Общение С этим Бесполезно Я вот Просто На колени Упал На колени У меня Вот Экстаз Такой Вот А поскольку У меня Подготовлен Упал И Уж Не помню Что говорил Меня Рабочие Ну сначала Потом Оттащили Значит В ручей Брусили Вот А я на все четыре стороны И вот Чтобы остановил огонь И вы представляете Через 20 минут Пошел дождь Пошел Не просто дождь А пошел Дождь со снегом Дождь со снегом И он шел Вот Ровно столько Вот мы Выломали Ну сами знаете Там Тракетка Нечем тут Мы выломали Палочки Ну И начали захлестывать Кромку огня И вот Мы обошли Вот это пожарище Уже Выгорело порядка Там 40 гектар Ну большой Такой По периметру И вот Одни туда пошли Другие туда И вот мы встретились И дождь прекратился То есть Мы охлестнули кромку Он не стал больше Распространяться Вот В середине Там горело Там огромное кострище А вот Кромка была Уже нами Схвачена Вот представляете Вот сила молитв Я вот тогда убедился Вот насколько Вот эта Молитва Она вот не зависит Там Не надо учить Ничего Вот Надо от сердца Обращаться И тогда все Будет хорошо Я уверен Я вот могу вам сказать Подтверждение слов 7 ноября Врангель Весь склон горит Семьметровой Языке пламени И мы из школы Неслись с детьми Новый постамент Я им сказал Вы сильнее меня Вы пришли Позже меня Давайте своими словами Попробуем Вот это все остановить Что они уж там делали Как они там говорили Я им дал волю Сам отошел в сторону И тоже своими словами Но руки мы подняли Идет вот как Говорит Игорь Борисович Идет дождь сильнейший А потом пошел снег И все это остановилось Это вот подтверждение 100% То есть молитва Своими словами Самая сильная Каждый из нас Это может делать Я говорю подтверждение Очень хороший пример Причем от детей Потому что дети Они безгрешные В отличие от взрослых А вот насчет того Что руки вверх Это на самом деле Вот она Квадратура круга Леонардо да Вич Там все что угодно Плетут искусствоведы Но на самом деле Это вот Это поза Прошу подпитки Солнечной энергетики Помощи Утром встаешь Вот так вот Кто-то из Однажды меня поправил Говорит У Леонардо Вот так Это говорит о чем? Об их внимательности Потому что я никогда Сразу не даю эту позу Вот утром встаешь Ждешь солнце Сто это главное Отсюда Стоп Помни главное Не суетись Остановись Помни главное Отсюда невеста Не знающая главное Отсюда сто лица Главные лица Так вот Сто Ять Главное Ять То есть главное Ожидая солнца Надо произвести букву Ять Все наши буквы Вот у Максима есть Буковник Он покажет Их можно Ну При помощи Человеческой фигуры Сделать Гимнастика Наверное тоже отсюда Гимнастика Да Отсюда И искусство больше Я вам расскажу Какое искусство Какая абстракция Так вот Можно Значит Запевками Закличками Но это так называемая Демонстрационная версия Вот Если ты В русской традиции Находишь Ты должен стоять молча В позе Ять Это Ять Сто Ять То есть Главное Ять И вот чем дольше Вы Просто Простоите То есть До восхода Тем больше Вашей энергетики Вы уже способны принять Потом значит Это делается Там Шортов Или Нагишом Вот То есть Вот в этой позе Вы встретили Да Потом значит Встаете в позу Твердо То есть Твердо верю Т И потом Этого же Леонарда Давидович Показал Твердо верю И потом Прощу Подзарядку Да Это буква Ол Это Ол Это Это вот Из Эти Все буквы Из Буквовника Всеесветной грамоты Вот это Ол давно Убрали Потому что Это очень мощная буква Она во-первых Зарядку давала И Защиту Поэтому Ее Ять убрали Это убрал Мачарский В 17-м году Поэтому Очень важно Вот это знать И понимать И когда вы Вот этим овладеете То практически Ведь Весь смысл Давайте я вам нарисую Вот так Целостную картину Образ Понимаете Мы должны Образно мыслить Вот вы поняли Символ русского языка Значит Был создан Целый клан жрецов Которые занимались Вот этим Другое дело Что Потом уже Начали использовать Как бы Это учение Наоборот Но это уже Другая история Но Жречество Да Дальше провожу Аналогии Речь Речка Встреча Словесное Общение Речное Сообщение Сообщение Понятно Аналогия Уста Устья Речевой Поток Речной поток Понимаете аналогию Ведь это И Это аналогичные функции Но От речки Мы научились Энергию получать То есть Перегораживаем Ее плотиной Вода падает Энергию падающей воды Да А из речи Мы утратили Как получать энергию Так вот Плотина Которая перегораживает Речь Это Молчание Вот почему Молчание Золото Вот почему молчание золото Вы слышите, что поговорка Для чего? Она охраняет словами человека Друиды говорили, что молчание один из трех ключей власти Китайцы Лисицин в том числе Говорили, знающий молчит Ко мне не относится Не знающий говорит Понимаете? То есть это важно Так вот молчание Поэтому в России был институт отшельников Или отсельников То есть которые отселялись от людей И замолкали на пять, на десять лет И после этого у них Они получили такой мощный поток энергетики Что они начали прогнозировать будущее Они начали лечить людей И люди к ним тянулись Вы если фильм Остров видели Вот там этот переживал Мамонов Переживал, переживал У него открылся дар Независимо от того, как он молился Видели, его там поправляли все Церковники А он же и тот угол И в этот Потом он сжег у этого батюшки сапоги Там настоятели Потому что это привязка к материальному Это все языческие обычаи Я не знаю, почему христиане это пропустили Вообще-то фильм-то с языческой такой наклон Христиане тоже тупеют Но тем не менее Так вот, восстановление Нет, нельзя говорить Это другой путь Другое дело, что Другое дело, что Люди, которые этот путь воплощают Они Упустили суть во многих случаях Суть традиции Они не могут объяснить Вот мы Когда перейдем к традиции Я вам покажу, что Начиная от одежды Начиная от входа традиции И выхода из нее Все объясняется Все имеет смысл Никаких таинств Никаких Понимаете? А христианский путь развития Там что ни кинь Везде таинство Крещение таинство Это таинство То таинство А тайна, она Кроме зла У человека недоумения Не вызывает ничего Человек должен знать Зачем он должен прийти В храм Заплатить деньги И получить за эти деньги Какой-то обряд Это чушь собачья Духовность Духовность Ты никогда не получишь за деньги А тайна как расшифровывает Если так-то забрать ее Мы сейчас Не, вы мне напомните Тайна Тайна Тайга Если вы слова Суметите Вы узнаете, что такое тайна Мы Понимаете? В нашем русском языке 5 миллионов слов Если мы будем отвлекаться Мы не разберем даже И 0-0-10 Понимаете? У вас будут разорванные Какие-то эпизоды Я вот пришел, наговорил и уехал А вы останетесь Неудоумением Вот почему люди приходят Второй, третий раз Потому что Давайте созречь Давайте Зречь Закончим И пойдем дальше Давайте преподавателя Не призывать Речь Изначально Изначально Она Не для общения То есть Она и для общения Но Первая функциональная обязанность Речи Это восстановление человека Речь Ре Реконструкция Восстановление человека Ре Запомнить это ключевое слово Это важно Отсюда Ре Инкарнация Бенок Отсюда Ре Инкарнация Инкарнация Отсюда Ре Волюция И так дальше И тому подобное Понимаете? Когда понимаешь Отсюда Время Религия 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 Я всегда Вот некоторые люди Генерация Индиет Некоторые люди Не понимают Веры и религии Я вот читаю Ну Мне прессу Приходится просматривать Потому что Ну Я должен быть в курсе Так вот Путают просто Ведь Вы поймите Что вера Она одна Это светлое знание А религия Это Ре Это восстановление Ле Это соединение Да Га Это путь То есть Путь Восстановления Соединения народов Вот Иисус Христос пришел Вот сколько он смог За свои 33 года Окучить народа Вот получилась Христианская Ведь Религия Направление Вот пришел Магомед Сколько он сумел За свои Немногие года Окучить Вот получился Ислам Вот пришел Моисей Иудейское направление Будда Проснулся От слова Буддить Вот Начал буддить Надо сказать Неплохо у него получилось Вот у вас получился Буддизм Понимаете Вот Народ-то спит И вот Будда Пришел В своем воплощении Разбудить народ Вот А для того Чтобы народ спал И продолжал спать Созданы специальные Ордена Которые не скрывают Этого Мас Сон Сон Мас Их цель усыплять Их цель Подменять понятия Понимаете Чтобы легче было управлять Потому что одно дело Человек не понимает И идет за ведом А другое дело Он понимает Кругуна меня повел Когда север А ты там Ты говоришь Из себя умного не строи Ты мне пальцем покажи Где север Вот Поэтому И не все так просто В мире Это только кажется Что Вот посмеялись И разошлись На самом деле Работают С нами Со всеми На самых высоких уровнях Потому что Никто от власти От власти Не откажется Добровольно Добровольно Не отказывается Хотя Те кто у власти Сейчас не понимают Что такое власть Власть Это владение Словом Твердое То что называется Сейчас властью Это бременно Это временно Если с точки зрения Взять геологического периода Это дыхание на стекле Оно исчезнет Никто об этих Чиновников Не вспомнит Владение Словом твердое То есть Словом Которое Материализует Мира Которое Улучшает Мир Которое Сохраняет Мир Вот что Значит Власть А то что Владение Каким-то Участком Или Трехэтажным А у меня Четырех А у меня С одной Колонной А у меня С пятью Это Я Не хочу Просто Повыть Устреблять Бог с ними Бог им Судья И они Кричь Религии Разобрались Поэтому В пути восстановления А вера одна Вот поэтому Вы всегда смотрите Если говорит Что путает Вот эти понятия Значит Человек Вообще Его не стоит Слушать Потому что Это изначальные Понятия Изначальные Нельзя Человека Который Ходит В храм Назвать Верующим Это Религиозный Человек Единственный Храм Это Природа То Что Существует Природа Его Надо Знать Понимать И молиться Вот У нас В России Есть Одна Национальность Маленькая Коми Вот они Молятся В рощу Уходят Вот Последнее Я читал Сообщение Что-то там Собралось 200 тысяч Человек В священной Рощу Вот Каждый К дереву Подходит Зажигает Свечечку У своего Дерева И Вот Этому Дереву Наговаривает Свои Проблемы Там То Сего И Это Деревце Ему Помогает Как Проводник В космос А у Каждого Своё Дерево У Каждого Своё Вот 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 Звенящие Кедры Кстати Если О деревьях Заговорили Почему Звенящие Кедры Вы Знаете Что Это Кедры Кедры Копился 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 А какой Это Кедр Кедр Который Собирает Энергию Ну а Который Как Породок Как Его Узнать Когда Начинает Звенящие А его Никак Не узнаешь Наверное Пока Он Рассказывает Дерево Забирает И не отдает Рассказываю Значит А если Вы Не знаете Я просто Думал Что От этого Вы Как Вы Называете Звенящие Вы Должны Обязательно Знать С истоков С истоков Так вот Звенящий Кедр Звенящий Кедр Есть Такое Понятие Резонансная Древесина Вот Эта Древесина В общем Получается Одно Дерево Ну Примерно Грубая Статистика Из Десяти Тысяч Деревьев Так вот Чтобы Найти Этот Древесину Берешь Обычный Камертон Как Ищет Резонансный Кедр Заходишь В лес Стучишь По нему И вот Камертон Настроенный Который Отзывается Вот Это Звенящий Кедр То есть Вот Так Их Определяют Вот Это Резонансная Древесина Вот Из Этого Кедра Делают Крипку Страдевари Например Из Резонансного Кедра Сделано А Если Храм Создать Такой Подобный Скрипке Страдевари В нем Устоять Могли Б Едва Ле От Энергетики Такой Над Лотарем Над крестами Сгущаюсь В облахо Местами Понимаете То есть Звенящие Кедры Это Резонансная Древесина Которая Анастасия Вот Резонансный Кедр А вот Все остальные Создаются Общины Они Как бы Воспринимают Это Камертоны То есть Воспринимают Вибрации Анастасии Поэтому Вот эти Общины Которые Создаются Паруси Это Звенящие Кедры Воспринимающие Правильно Воспринимающие Вибрации Анастасии Вот Почему Звенящие Кедры Также Вот Как я вам Говорил Родовое Поместье Надо Понимать Что такое Род Надо Понимать Что такое Род Дина На Род И По Месте Охраняемое Место Охраняемое Место Место Где охраняется Род То есть Свет и Добро Устремленные Верь Основа Света и Добра Этой Азы Я К чему На них Не останавливаюсь Потому что Думал Что Ну Как бы Вы это Знаете Потому что Прежде чем Начать Что-то Делать Надо Подготовиться Внутренне Тогда у вас Будет Получаться Если вы Будете Ну Как бы Дома Без фундамента Не бывает Поймите Это фундамент Я вам Даю Фундамент Обязательно Разбирайте Слова Которые Вы употребляете В названиях Которые Вы даете В своих Фамилиях Именах Отчествах Пытайтесь Разобраться Если вы Разберетесь В этом Вы Считайте Уже Поднялись На ступень В своем В своем В своем Личном Двойное Имя Это плохо Или хорошо Двойное Имя Плохо Потому что Двумя Заяцами Погонишься А Ни одного Не поймаешь Но Если Вот эти Фамилии Они Как бы Друг друга Дополняют Ну То есть Вот как ПАПА Усиление Функции Если происходит Усиление Функции Это очень Хорошо Но такое Редко Бывает А имя Отчество Если одинаковое То что Имя Отчество Одинаковое Ну Смотря Какое Нет Это хорошо Имя Отчество Одинаковое Это хорошо Однозначно Ну Опять же Какое Имя Плохое Имя Юра Я Прошу Прощения Я Уже Объяснял Что У меня Книга Написана Именно Слов Понимаете Там Расшифровка Наших Родов И Имен Наших Вот И у Меня Было Три Случа Что Ну Нехороших У Людей Крыша Съехала Когда Они Узнали Свою Космическую Космическую Миссию Через имя И через Фамилию И они Поняли Что Они Всю Жизнь Этим Занимались У них Пошло Нехорошая Штука И они До сих пор Страдают Я с этим Делом Вожусь Ну Поскольку Чувствую себя Виновным Я им Сказал Это Дело Я Поэтому Не хочу Никому Я Всем Хочу Добра Вот А Вы Уже Сами Вот Я вам Даю Фундамент Вы Сами Попробуйте Разобраться Своими Ими И Фамилии А я Если Найду Способ Преподнесения Этой Информации Книга Написана Я ее Опубликую Если Нет То Она Будет Столеть Ну Что В интернете У меня Нет Ничего Коля Может Когда-нибудь Подарит Уже Снимает Сколько Раз Ни Раза Диск Не Видел Ни Одной Фотографии Там Батареек А Батареек Тренируется Ком Это Сгусток Ком Снежный Ком Отсюда Кому Пью То есть Густок Пьющий Тер Твердую Энергию Света То есть Злоупотребление Компьютером К сожалению Добрани В самом Названии Ведь Никто Не прячет От вас Ничего Никто Не прячет Просто Надо Понимать Вот Почему Больше Получать Случаев Компьютерщики Люди Не от мира Сего Особенно Садятся На эту иглу Дети Которые Уже За компьютером Ничего А вот А когда Понимаешь Что такое Слово Значит Все хорошо В меру Вы поймите Компьютеры Это очень важно Я когда диссертацию Писал Не было Компьютеров Я печатал На печатной машинке У меня мозоли Потом Сходили Несколько Месяцев И когда Компьютер Появился Я Ну Представляю Мою радость Вот И сейчас Радость Потому что Я пишу На компьютере Никуда не действ Это удобно Но Строго дозировано Вот такое слово Как любовь Имя любовь И чувство любовь Любовь Нет Это не имя Я даю слово Любовь Любовь Это как понятие Да Это важно На самом деле Послушайте Иногда не хочется Разговаривать Да Это организм Требует подзарядки Мы просто Не слышим Вот не хочется Никого видеть Не хочется Вот Организм Или кто-то Подсел Что называется Какой-то Энергетический Вампир Или Уходите на природу Уходите на Все возобновляется Потому что природа Это храм Единственный храм Вы сами подумайте Вот Бог нас всех создал В равных условиях Так неужели От высоты храма От иконостаса От позолоты От чего-то другого Зависит там Верующий Не верующий Или больше верующий Менее верующий Природа Она для всех Одинакова У всех Одинаковые возможности У нас равенство Понимаете Равенство возможностей У всех храм одинаковые Природы Ее надо чувствовать И если бы У людей Вот с маленьких Вот с таких пор Воспитывалось Храмовое отношение К природе Не было бы Вот этого Варварства Которого мы наблюдаем В взрослой жизни Потому что Ну какой человек Зная что природа Это храм Начинает валить кедр Там Из-за той же шишки Или из-за чего-нибудь Это барбарство Самое настоящее Хотя барбарство Слово хорошее Тоже перевернуло Так Любовь Расскажите Что-таки Я чувствую У человека Я вот там Женский вопрос Ну естественно Слово любовь Ну такое знаковое Я пытался разобраться Любишь Не любишь Себе И потом я Нашел Очень хороший Такой пример Луначарского Он на лекции В Санкт-Петербурге В политехническом Музее Тоже читал Вот так Пять часов подряд Там тыра-тыра Тыра-тыра И потом закончил И вопросы ему Вот И он пять часов читал О любви и дружбе Лекции называлась Приходит вопрос Господин там Товарищ Луначарский Ну вы скажите Есть на свете Любовь Вот же пять Пять часов Разговаривал Говорит Вот пришел такой вопрос Есть на свете Любовь Но без подписи Поэтому я вам отвечу Если меня спросил Это молодой человек Я ему отвечу Потерпите Если это спросил Меня пожилой человек Я ему отвечу Вспомните Если меня это спрашивает Человек в расцвете сил Я ему отвечу Я вам сочувствую Это вот такой светский Вариант Любви На самом деле Сакральный Что такое С сакральной точки зрения Лю Лю Это высшее Отсюда полюс Палюс Охраняющий Высшую суть То есть Ведь в районе полюса Была герборея И все остальное Отсюда люстра Все что уходит Революция Тоже А мы Я же вам не рассказал А вы молчите Это же важно Любовь Интересная Значит разбиваем На слога Лю Высшее Бог Божественно В Это Вояние Созидание Знание В общем Данное В данном контексте То есть Любовь Высшее Богом Данное Вот То есть Чувство Это изначально Заложено в человеке Но это надо Его понимать Осознавать И развивать Как и все Остальное То есть Это заложено Богом Человеке Изначально Любовь Это высшее Богом Данное Поэтому К ней надо Относиться Очень трепетно С любовью Вот А если мы Вышли на слово Любовь Ну Я вам Сразу Сейчас расскажу Пока Ну как При памяти О свадьбе То есть Ну Любви То есть Свадьба без любви Ну не должно быть Она конечно бывает Но Не должно быть Так вот Свадьба Когда понимаешь слова Понимаешь слова То понимаешь Что Это традиция Свадьбы Она неспроста Она неспроста Потому что Когда мы говорим Ну Слух Говорю Я Причем Не играю Не играю А справляю Слышите Различие Одно дело Сыграть И Вот И за кулисы А другое дело Справить Ра Вот Справляю свадьбу Вот То есть Вы произносите Такую Такой образ Создаете Я справляю свадьбу Все Этот образ Пошел вверх И на самом деле Слово свадьба Это означает Благословление Небес А счастлив тот брак Который заключен на небесах То есть Чтобы получить Благословление небес Вы говорите Я справляю свадьбу Благословление получено Следующий вопрос Вы получили благословление От родителей Да? Вот Они говорят Живите дети Богом Вот Вы И пригласили родителей За стол Да? За свадьбу Вы получили Благословление Небес То есть Вы говорите Я справляю свадьбу Свадьба Созидайте Дети С Богом Ва Созидание Д Смятным знаком Дети Ба Это Бог Свадьба Созидайте дети То есть Вот оно Благословление небес Родители Вы пригласили А почему вы не пригласили Этих ребят Которые наверху Со своего Пантеона Вот Пантеон Это Охраняющий богов Да? По охрану Теон Теон Богов Отсюда Тело Тело Вместилище Духа Или не вместилище А вот Вы получили Значит И вдруг Вот и идет свадьба И вдруг Уже По пяти К сожалению Когда это бывает Неведическое свадьба Обычно светское Люди начинают Кричать Горько Горько Генетика Потому что Экстремальная Шоковая ситуация Поехали Впервые туда То есть Па Охрана езды И он получил ее Вот А благодаря своему имени Не дожил Вот До наших лет Об имени мне Напомните Вот Горько значит Раз здесь Да? Пригласили Все Вот они Сидят Празднуем Молодым Что мы желаем? Совет вам Да любовь А почему Любовь? Как? Вроде Выходит Для общения Вот именно С точки зрения Любви Ну как У нас подходит Не высшее Богом данное Опять же Как поцелую В физиологии Вот А не Совет вам Да любовь Со Душа Ве Знания Те твердые То есть Твердых духовных знаний И высшего Богом данного То есть Если любовь Без твердых Духовных знаний Это физиология Это секс Если С твердыми Духовными знаниями С установкой Вот как Мне Полезки понравились Молодые Они Создают Мысли Образ Своего Будущего Рожденного Ребенка Это правильный Подход Это правильный Подход Вот Вот это Совет вам И любовь На самом деле Так Потому что Вначале Надо создать Образ Который Ты хочешь Получить То есть Подойти С этими Знаниями Сферой А потом Все остальное У кого Как говорится На носу Вот эта Вот свадьба Вы попытайтесь Вот Хотя бы Малым коллективом Например Родители жены Родители жениха Встретить Вот такую Привести Обряд Вы понимаете У нас даже Слово ЗАГС Вот ЗАГС Его украли Практически Его там Запись актов Гражданского благосостояния Зашли Вот А на самом-то деле ЗАГС Это алгоритм Языческий алгоритм Это проведение Традиции любой Зачин Обряд Гульбища Или игрища Суть Суть любого обряда Зачин Обряд Гульбища Это алгоритм По которому Происходит Справление Любой Традиции Вот Сейчас ЗАГС Остался Причем Перевернутый С ног на голову Только в обряде свадьбы Потому что Люди не хотели Без ЗАГСа Ну то есть И выходить Из алгоритма Вот в этом важном Для такого Обычного светского Человека Событии Поэтому ЗАГС Оставили Но уже с другой Начинкой Понимаете Это тоже надо понимать А Вот эту часть Зачин Обряд И вот хотя бы Надо Потому что у нас Осталось Ну все знают Как сейчас Современные свадьбы Одно осталось Гульбища Ведь Кричат горько Это только Желают совет Любовь Это тоже Как бы Положено А если положено А не вкладываешь смысл Это считайте Что не положено Что этого нет Этого нет Если вы Исказили смысл Или не поняли его Или не рассказали Этого просто нет Этого не существует Потому что не может Существовать То что не имеет смысла Это противоестественной Природы Вот И вот Зачинный обряд Я просто вам советую Вот Хотя бы Соблюдая Вот эти Зная что такое Любовь Зная что такое Свадьба Зная только что такое Горько Зная что такое Раз два три Зная что такое Совет Зная что такое Да любовь Хотя бы вот это Насытить Уже у вас Вы поймите У вас Уже Часть браков Во первых Распадется на уровне Зачина и обряда Потому что если Невеста не понимает Что хочет жених Или наоборот Жених не понимает То что хочет невеста То зачем Заключать союз такой Вы свою жизнь По этим же принципам Строили? Я свою жизнь И Мой отец Бог Если хотите сказать Поэтому я строил По Как надо Нет Я строил Так как Меня научил отец А он Меня научил Многому тому Что я вам Передаю Причем Эти знания Обошлись Десятка Лагерей Вот Волх Дающим Людям Знания Охраны Охранные знания То есть Несущие людям Охранные знания Это миссия Это миссия Нашего рода Вот моя фамилия Вышин Вы Это тьма Вышин Это разгоняющий тьму Пронзающий тьму Если дословно Вот Поэтому я Я на своем месте Я занимаюсь Тем Чем мне положено Понимаете А вы не сказали Про ребенка И революцию Да Да Затронем Такую тему Ребенок Ребенок Что у нас еще было Революция 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 Реинкарнация Регресс Время А кто сказал регресс Только не полынью Полынью это стерилизует Два растения Которые вызывают стерилизацию Это полынь И Амила Вот знаете Амила Она Вот у мужчин Стерилизует А у женщин Наоборот Вот эти Разницы А куда она Ну Нам говорят И У меня даже Я два отзыва писал На Докторскую Кандидатскую Вот Но наши Не сумели Так наглядно Так наглядно Показать Как Структура моды Меняется По действиям слов Вот Чумак Ну он же Наговаривает на воду Но он выпучивает глаза И кроме как Разводение руками И вот Верьте мне Люди Он ничего не доказывает А японец он Сфотографировал Любовь Это такой Кристалл Разросшийся Да Если это Не любовь Там Дурак Да То Там вообще Кристалл не образуется Очень наглядно Поэтому я Русские Пьем живую там Или артезианскую Мертвую воду А вода полученная Из артезианской скважины Которая не имеет Доступ к космической информации Это мертвая вода Вот То есть Мы получаем Мы перепрограммируем Каждую клетку Организму Понимаете Если артезианская вода Достаточно Если артезианская вода Постояла Даже Ночь На Вот На открытом воздухе Она все уже Она Заряжается Поэтому Только если она Стояла в деревянной Кадушке Не в пластиковую емкость Ну Это уже Эффект в разных Постепенях Но все равно Очистка идет Для оживления воды Да даже Не очистка А зарядка Зарядка Потому что Вы поймите Вот Вот я всегда привожу пример С приемником Вот сейчас Приемник не работает Ни у кого Это не значит Что нас Радиоволн не окружает И разные сигналы Ну стоит только включить Ручку настройку Повернуть Там Начинают Различные радиостанции Точно так же Космическая информация Некоторые люди Принимают ее Вот по языку Например А некоторые люди Они какую-то другую Снимают информацию Вот То есть Тут важен настрой Моя задача Вам не рассказать Все вот эти слова Дать расшифровку Все равно Вы не запомните Вот Моя задача Показать вам И чтобы вы сами Помнили И занимались этим Вот Сегодня С девчатами Стополева Поговорила Они говорят Вот мы Встречаемся Слова Нас интересуют Мы начинаем Пытаться Расшифровать И это нормальный путь Это значит Говорит о том Что Вот их Они на определенной ступеньке Стоят И пытаются разобраться И у них получится Это Может не сразу Вот Но я же не закрыт И ради бог Звоните Я всегда проконсультирую Всегда Помогу Вот Поэтому Моя задача Дать вам Такой цельный образ Показать механизм Дать вот этот рычаг При помощи которого Вы перевернете мир Прежде всего Мир в себе Вы себя построите По-другому Это другой образ Если вы заболели Вы меняете образ жизни Если это не помогает Найдите себе травку Если это не помогает Тогда идите к врачу Потому что врач Это от слова в рай Боручил Давайте запустим Как в Тополева Кубок С водой Есть большая емкость Котелок или казанок Братина Братина Но она хорошо в традиции Но можно Братина называется Итак мы На Ре Реконструкция Восстановления Так вот Когда понимаешь Что Ре Это восстановление И начинаешь Расшуровывать ребенка Ну Не то что там Вот По телевизору показывают Бросают Куда-то Забывают В роддоме Оставляют Передают Продают Я Я Я не понимаю У меня Вообще Не сходится Не срастается Восстановление Божественной энергии Начальной концентрации Основной То есть понимаете Ребенок Это ваш шанс Это ваш шанс Если конечно Вы сами доросли До этого шанса Дать возможность Своему ребенку Стать выше вас Вот как Державин Пушкину Подарил Ученику От побежденного Учителя Вот Алгоритм Вот это И вот ребенок Это Восстановление Вот тех Божественной энергии Которая дается Изначально человеку Потому что человек Изначально человек Это ло Это вместилище Я вам говорю Тело Вместилище Духа Голос Голова Это все Вместилище Чистой энергии Божественной энергии И знаний Концентрированы То есть Мы рождаемся У нас уже записаны На дискете Все эти знания Нам осталось Только вспомнить Нам по хорошему По хорошему Если мы имеем ключ Нам не надо ходить Ни в школу Ни в институт Надо ходить Только в том случае Если там Если там Есть люди Которые умеют Пользоваться этим Ключами Которые могут Открыть эту замок А не те Которые Сидеть Выйти из класса Там То, сё, пятое, десятое Понимаете Это Отбивают Людей Вот когда В состояние клинической смерти Попадаешь Такое ощущение Что должна Все оба всем Ничего учить не надо То же самое Прочем вы говорите Это Состояние клинической смерти Это просто Получается По большому счету Ну я Я конечно не был В этом состоянии Но я так ощущаю По сути дела Это такая Полночь Они и сейчас открыты Просто У нас Да не мы Сами себе Нам перекрывают То есть нас Уводят все время В сторону Мы не можем Сконцентрироваться Мы суетимся А вот надо туда-то А вот надо сюда-то Мы не можем уйти На месяц И просто в лесу Собирать травки Думать о Ну о хорошем И прочем И прочем Понимаете Вот мне например Очень помогло Я 30 лет в экспедиции Сработал На 6 месяцев Уезжаешь И зимой тоже Три месяца В зимовье И вот эти 9 месяцев А три месяца В семье Когда вот жена А вот Я очумелый Вырываюсь В экспедицию И там Молчишь У меня по Воскогорьям Диссертация А в Воскогорьях Там Ну вот Утром встаешь Облака внизу И вот как будто Никого на земле нет А только ты Господь Бог Больше никого И вот Вот это все Открывает Понимаете А делиться не с кем Ну собаки Только Вот с ними То есть это Один из способов А во время Клинической смерти И во время Перехода Все будут Ведь Это в Евангелии Написано Званные будут все Призванные То есть люди Могущие справиться Вот с теми Знаниями Которые им Откроются во время Перехода То есть там Будет возможность Мыслить Вот прям Подумал Мысль материальная Вот прям подумал Раз материализовался Вот испугался Хоп Материализовался Того кого-то испугался Вот А вот было бы у меня Сейчас там ружье Я бы его Хоп Ружье материализовало Понимаешь Там был бы нож Вот сейчас Нож материализовался И все И пошло И поехало Все Это время Перехода А к этому Надо быть готовым Поэтому надо Мне ничего не страшного Вообще страшного Ничего нет Все добро Люди высшее добро Вот Устремленное видо Это когда это понимаешь Ты мыслишь подробно Другая мыслеформа Рождается Понимаешь И вот язык Как раз это Позволяет понять И вот Ребенок Когда подходишь Что это Тебе шанс То есть Божественная энергия Тебе дается еще раз И ты в ребенке Должен воспитать Ты сам подтягиваешься К этому Я вот первый раз На своих детях подтягивался Сейчас на внуках Оттягиваюсь И на самом деле Я вижу результат Я вижу результат Потому что Я Именно это и хотел То есть Они Начинают расти Уже К тому времени Когда Я себя Основал Они уже Знают больше Чем я В тот период Потому что я хорошо помню Вот И с внуками Вот сейчас школу Старшая дочка Создает Где будут Вот эти знания Даваться Тоже Я думаю Школа Монте-Сори Ну школа Монте-Сори Она называется Да Но Духовный стержень Там наполнение будет Наш русский язык Будут Вместе с родителями Там будут занятия Потому что Ну родители Родители И учители Они должны Одинаково Потому что Я им в школе говорю Что Хомо сапиенс Человек разумный Это человек Который имеет Светлый ум А он домой придет Вот Ему будут Ну Родители Для Для маленьких детей Родители Это самый высший авторитет Вот И мотивация должна быть У учителя и родителя Одинаковая Вот они выбирают себе Авторитет И вот Как он сказал Так и будет Независимо от того Что вся родня говорит Он будет только следовать Там маме Если он выбрал За лидера маму Или папе Это понятно Вот Я вот с внуком ездил Туда на запад К своей родни Приехал Вот он Меня значит Как это выбрал Значит Стоит мне уйти Он тут же одевается Я за дедушкой Ты дедушка уехал Там туда-сюда Ну и я поеду туда-сюда Вот Понимаете То есть у него четко Все остальные родственники Как бы закрываются Для него Поэтому я опускаюсь еще На такой уровень Чтобы вот маленьким Было во-первых интересно А во-вторых доходчиво Для маленьких Это очень важно Они добьются очень многого Если с этого возраста Они начнут понять Что есть Что и кто Игорь Борисович Там же говорим Спасибо 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 Это такая Ну самое примитивное Спасибо Да, можно Но это вот на уровне слова То есть на уровне слова А ведь спасибо Главное это Спасибо Суть С С Слов Слова Слова То есть Бог Бог Это божественный глагол Не более того В начале было слово И слово было Бог Слово было Бог 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 это божественный глагол Ведь Не Бог Нет Бога Ни беса Нет беса Бог внутри нас Ведь счастье Частья Я часть суть Суть часть меня Язык Вот если вы сумеете Значит вы поднялись на ступень Я могу вам помочь Но Сразу же вы на меня наброситесь Раздеретесь И у кого-нибудь крыша поедет Я буду себя Плохо чувствовать Имя Если означает То же самое Как слово Или оно другая Как будто Имя 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 Это судьба Суд Это представительство Ба Это Бог Представительство Бога Судьба То есть Как корабль Наживешь Так оно Так оно Поплывет Вот Вот Например У меня Ну я Про себя Не боюсь Говорить Потому что Я защищен Несколько Вещами Вещами Практически Так же и вы Старайтесь А у вас книга Еще не вышла По именалу Она и не выйдет Пока Потому что Я не готов Ее издать Я боюсь Навредить людям Просто Она написана Она написана Но после вот этих Трех флотиков Я ее убрал Далеко Даже вынул из компьютера Хотя у меня К компьютер Никаким сетям Не подключен Чтобы информация Не уходила Да А вот Даже убрана Из компьютера Она у меня В твердой копии Находится И на дискете В Рязани Христианство Потянется на рот Потому что Многие же Ну почему не ходят Не из-за того Что не верят Они просто Не видят смысла Зачем Какой смысл Тратить время Можно А я вам Ручат Ручку попросил Что же у вас Ручат Начинается Верка Начинается Вера Начинается Потому что Религия Если подходить С маркетинговой теорией Вера плюс товар Пробняется религию То есть Когда из веры Сделали товар Это стала религией Любая религия Это благо Ну поскольку Это путь Все-таки Это лучше Чем отдаваться Наркотикам Я просто говорю Что Изначально Изначально Вот эта языческая Религия Она была Более Понятна Человеку Почему Люди горели Деревнями Горели Целыми скитами И они Не выскочат Не попросят О защите И проще Почему Потому что У них был стержень Духовный Они знали Что они горели Это были светлые знания Они были твердо уверены Что Именно так А не иначе А сейчас А сейчас Вы просто Покопайте Своей памяти Посмотрите Литературу Хоть один Какой-нибудь Христианин Сгорит У всех единоборств Послушайте Все Любая гимнастика Ушу Цегун Дзюдо Дзюпосли И прочее И прочее Они все говорят У нас нет просто борьба У нас философия А вся философия Это начинается Вот С руки То есть Когда они сказали Что Рука Это Ро Это охрана Ка Это дух Пальцы Это Острые Ребро Ладони Это рукоять Вот И пошло И пошло Вот Она философия От русского Чем они Раньше Руку Значит Вот Насчет того Что Раньше И теперь Значит Вот То что Ты говоришь Раньше Блань Блань Я Всех называю На ты Потому что Я еще не объяснял Потому что Вы Это тьма Вот И это нам Подсугали Этот слоган Для того Чтобы мы Повторяли Вы 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 Друг Другу Вот И Усиливали Позиции Тьмы Потому что Назовешь Человека Каждый раз Свиньей Он захлел Как Самилия Вышин Вышин Это Я вам Сразу Сказал Мне Неудобно Уже Бить себя В грудь А про Десницы Все-таки Десница И рука Да Вышин Десница И рука Все-таки Да Тоже Он же Бороз А еще Глань Игорь Игорь Борис Десница Самость Вот С этим Надо Бороться Вы Сначала Поймите Что Как Вокруг Устроено А потом Себя 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 А потом Уже Подкрадете Своей фамилии Читаете Думаешь Книгу Значит Ну Моя книга Тоже Не на все Ответы Может Не может И даст Я не имею Права Все разглашать То Что На Ю Начинается Означает Без Не без А без 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 Севером Это Севера Да Вы наверное Сталкивались В старых Книжках Севера Се Это Он Это Он Ве Это Знание Да Ра Он знает Свет На самом деле Вот эта Стрелочка Указывает Как бы Выводит Путника К дому Там Или куда Надо К свету То есть Понятно Он знает Свет Запад А Севера То есть То что Противоположно Стрелочка Суда ориентирована То что Противоположно Должно Получается Не знает Свет Ну как Я смотрю Юг Или Юга Пишут Га Это путь Юг Ю Получается Без То есть Без пути Без пути Отсутствие пути То есть На самом деле Свет Свет На Юг Никак Не указывает Я просто Открыл словарь Как говорят молодежь Тупо Открыл словарь И посмотрел Все на Юг И получилось Все слова на Юг Юродивый Беспокойный Беспокойный Юрта Дом без окон Юшка Бульон без рыбы Юнга Без начала пути То есть Молодой Юный Без начала Юла Без земли Ощущение такое Что она на земле Крутит И Юра Ну есть Юра То есть Это геологический период Ну помните Да Когда динозавры Там хвощи Папоротники То есть Солнечные лучи Не проникали на землю Было Сырое тепло Все это росло То есть Без света Развивалась Природа Вот Ну и По аналогии Юра Тоже получается Без света Начал Из таких известных Юр Ну подымать Юрий Долгоогубий Слов кончил Юрий Лужков Рак крови Говорят Вот И в общем Много Юриев Которые вот Вот Поэтому я Вот говорю Что Лучше такое имя Не давать А если оно Дано То лучше Вот Есть периоды В жизни человеческой Не человечества Отдельного человека Это Имя на речении Так называемое Это 12 24 Раньше же вообще Было 7 имен У человека То есть Вначале он рождался Ему давали там Родители имя И потом давал Жрец И это имя знали Только Жрец И тот Чье имя Все больше никто. Вот как у индейцев. У индейцев там тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. А потом там, а мы знаем, что там орлиное перо. Всё. И с этим орлиным пером, ты его как ни крути, куда ни вставляй, ничего не сделаешь. А вот если тыр-тыр-тыр-тыр-тыр знаешь, то ты делаешь. И единственно слово, которое у меня вызвало затруднения, это юрист. Если говорить адаптированно уже, чему, просто грубо – темнило. Потому что юрист без освещения, то есть без света слова твердого То есть он его не освещает, он наоборот темнит И все стало на свои места, потому что они на самом деле защищают не правду А они защищают тех, кто больше заплатил Они, это раз, во-вторых, они пользуются законами Законами, которые написали люди для лоббистов, которые их пролобили Поэтому вывод из этого, вот из ю я сделал, вот начал о розе ветров, а вышел на ю Что нужно жить не по закону, а по совести Все вот сейчас сотовыми, да, у вас сим-карта А вы понимаете, что сим-карта и сим-сим-откройся, это одно и то Сим, слово материализации устремленное вверх, то есть в тонкий мир Сим-вол, вол это используемый людьми Отсюда вол-га, путь используемый людьми, из варяг-греги Вол, животное, которое человек использует Символ, это государственный какой-то символ Который используется для материализации, для наращивания своего имиджа государства Так вот сим, когда говорил Алибаба, он обращался в тонкий мир Чтобы он материализовал открывание двери, ведущих к сокровищам А мы, когда сим-карту вставляем в свой сотовый телефон Мы, не произнося это слово, но имея, так сказать, в голове Не обязательно же произносить, есть такое понятие телепатия Мы материализуем действие какое? Мы материализуем голос абонента на другой стороне связи То есть сим-карта не просто же названа Вы же понимаете, что это все сакрально Гагарин, я говорю, не мог полететь ни Крок Никакой ни Титов, ни Бековский, ни Терешкова первыми Только га-га, путь Га-путь, а га-га это стремящийся Га-га-ра от слова гагара, стремящийся к солнцу Поэтому все в мире очень и очень знаменательное и сакральное Восток это вообще изумительное слово и изумительное понятие Мастофор Mull Expo Два ряда у usb Восток Воспитание Вос... Восторг Восток сейчас будет, услышите информацию Восток То есть Чтобы подойти к Востоку Надо Все спрашивают, а вы делаете зарядку? Начинает там звезда какая-нибудь мяться Шевелю там правой конечности Вот А что шевелить-то? К-дух А это заряд Если зарядка правильно сделана Правильный комплекс упражнений подобрен То это заряд для духа Хорошо А само слово заряд Откуда он? Д Заря дает Заря дает Какая заря? Смотрим Тут у нас что, закат, да? Разрез, черта, то-сё Вроде как не кать Здесь смотрим рассвет То есть солнечный свет Смотрим рассвет где начинается На Востоке Восстанавливающий Или ваяющий, да? Вы помните, да? С первой Силы ток Ток лучей Происходит на Востоке что? Вос Ход Восстанавливающий силы Ход Заря понятна Рассвет понятен То есть четыре слова Которые помогают нам понять Что именно Во время утренней заре Именно когда вот Из-за каема подымается Из-за горизонта Вот этот солнечный диск Происходит выброс лучей Выброс лучей Которые восстанавливают Которые производят подпитку организма Солнечной энергии Именно в этот момент То есть восемь Восемь Минут В день Вы Значит Вначале Вот Уже облака розовые Вы занимаете Ну я вам показывал букву, да? Ять Стоять Главное ять Сто я Сто кратно Я увеличивается Второе Вы Вот Появился Вы встаете Твердо верю Ну то есть вот в это Что я говорю А вы верите Что вот Сейчас зарядку Сейчас получите И потом Вот Солнце встает И вы имеете с солнцем Вот так вот Ноги на ширине плеча А руки И говорите Ну для начала говорите Здравствуй Трисветлый Что такое Здравствуй Трисветлый Трисветлый Это светлые традиции Устремленные верь То есть Здравствуйте Светлые традиции Устремленные верь Я готов принять Вот эту энергетику И питаться ей Целый день И вот этой энергетики Хватает На целый день Но Но для того, чтобы вот этот цикл запустить внутри организма, нужно обязательно войти в традицию. Основные традиции. Это круг, кола. Он начинается, значит, вот день, ночь Ивана Купала, да, это Ивана Купала, это вот 21-24 июня, вот в этот промежуток, я напишу почему. Здесь праздник Рождества, не Рождества, Рождество это 7 января, это 25 декабря. Солнышко прибавило на минутку, мы его празднуем как Рожизнь, Добро, Энергию, словом твердым созидающий. Далее идет 21 марта, это весеннее равноденствие, да, и здесь 21 сентября, осеннее равноденствие. Вот эти четыре основные традиции, вот это основное перекрестие, которые обязательно надо соблюдать. И четыре дополнительных, вот этот косой крест, Андреевский, если его отдельно выделить, Андреевский крест называется. Это праздники называются, но общее название для них – Среча. Восстанавливаю словом человеческое первоначало. Это вот 7 августа будет спас, Среча. И это тоже Среча, да, и это Среча. Четыре Сречи. Вот 8 традиций, плюс ежедневная встреча, ну вот минимум вот эти вот три позы светила, все, у вас начинают раскрываться солнечные батареи. Однозначно, это уже неоднократно, как говорил Бернард Шоу, курить хлипко бросить, я сам много раз достал. То есть это проверено. Для православной традиции характерно три характеристики, скажем так. Первое – это постепенность. Мы подключаемся к самому мощному эгрегору, который существует на зимом шаре, православному. К самому мощному. Поэтому подключка, если, как говорится, гнать лошади, ничего хорошему не даст. Второе – это осмысление. Осмысление. Все действия, которые сопровождаются при вводе традиций, должны нести четкую смысловую нагрузку. Каждый участник традиции должен знать, что, почему и как. И третье – это молчание. Во время традиций, вот этих шоу, которые там показывают на дискетах, там, с бубнами, с криками, там, трижды мы славим Бога Рода, все. Остальное идет работа человека с самим собой. Он работает с собственной душой. Ввод в традицию, ввод в традицию, осуществляется для того, чтобы наращивать душу. Даже враг может помочь. Тогда они вытащили репку и восстановили охрану. Репка. Восстановление духа покоем. Духовным столбом. То есть, вот когда этот общий менталитет вырос до сознания, что даже крошечная мышечка может поменять, перевернуть мир. Вот видите? То есть, сказки наши – это отдельная история. Нет, убрали косой крест. Вернее, его не убрали, а вот этот подвинули сюда, а вот этот опустили сюда. Уменьшить причем. И получился православный крест. Ну, вы знаете, да, его форму? Восьмиконечный. Внизу – это конец обода колеса. Но он рассматривается, ну, объясняется христианами, как мусульманское, как бы, христианские мусульманы, единая религия. Извините, а где иудаизм? А где буддизм? Это тоже крупнейшее направление религии? Да, почему тогда не крошечная религия? Это ерунда. Это притянуто за наш задушное объяснение. Для того, чтобы, так сказать, ну, оправдать вот такие вот изменения, языческие на самом деле креста, несущие трехкратную защиту, показывающие основные традиции, в русле которых следует требовать, и объясняющие, почему мы вот этим себя налаживаем на себя крест-перекрестки. Это очень важно понимать и осознавать смысловую нагрузку. Так вот, значит, оделись в белые одежды, собрались не менее семи человек, всем понятно, да, материализующая штука. Желательно присутствие такого оберега, вот, языческого креста. Воспитание, восстановление правильного питания, а правильное питание было только у Адама и Евы, пока не наелись этих яблок грубой пищей. Ведь их изгнали не из-за того, что у них была связь, это смешно, это не первородный грех, первородный грех связи мужчин и женщин, это ерунда, рот остановится, как люди будут размножаться. Первородный грех это, когда люди начинают есть грубую пищу, у них происходит засорение энергетических каналов, они должны заработать, они должны купить, они должны приготовить, они должны выслушать еще претензии другого человека, с кем живут, что это не вкусно. Понимаете, значит надо менять квартиру, значит надо ехать вот сюда, вот, может быть, удастся вот там, там есть озеро силы, там получить. Вариантов на самом деле много, много. Ищите, ищущий, да, ищите ход, не выход, а ход. Выход, потому что это темный ход, потому что есть черный ход, да, выход, а есть парадный, парадный, то есть охраняющий свет в ход, а есть темный выход, вот, не пользуйтесь выходом. Выход в другом. Если как называете традицию, традиция, в коем случае не ритуалом. Ритуал это вот человек лежит, его надо закопать. Все остальное обычай, то есть вот что, обычай дарить подарки, обычай целоваться, вот, а вот это, о, вот, языческая пресса, это обряд. Эти вещи надо разграничить. Обычай, что повторяется часто в быту. Обряд это повторяется раз, восемь, восемь обрядов существует. Это русло традиции. А русло традиции, это, просто надо три года, вот, затратить на это, войти в нее и почувствовать. Почувствовать, вы становитесь другими людьми, вы меняете образ жизни, у вас жизнь наполняется смыслом. А это такая большая вещь, потому что мысль, мысль, чистые слова людей, мы, это чистота. А, Николай Второй писал, мы, Николай Второй, то есть просветленные, очищенные, Царай Второй. Наконец, вы каждый день пользуетесь мылом, мы, плод, вместилище чистоты, только и всего, когда понимаешь сакральное слово. Никакое там, то, сё, пятое, десятое. Вместилище, мы пахать, вы руками махать, иду на бы, там, иду на тьму, говорили святелищие князья. Вот, а когда у этой мысли, она у вас есть где-то, но она сгруппирована, появляется смысл, то есть появляются силы мысли, вот в этом случае она становится материальной. Только в этом случае. А этот случай, опять же, зациклен на традиции. Я вам говорю, что вы не постигнете всего русского языка, не войдя в традицию. Это проверено, это просто проверено. Потому что, питаясь вот этой вот пищей, которую там упорно готовят, вы никогда не застигнете связи. Потому что засорены каналы, засорены каналы. Вы и готовы, вот чувствуете прям, а к этому надо стремиться. Вот почему я говорю, воспитание, воспитание, это прежде всего не воспитание, там, сморкаться, там, в носовой платочек, говорить, здравствуйте, там. Хотя и это важно, вот. А на самом деле, воспитание, прежде всего, это восстановление правильного питания. А все остальное придет, все остальное придет вместе с солнечной энергетикой. Ну вот я говорю, вот это буква СГИ, а буква СГИ, вот она отвечает за пассивно-активный слой. То есть, убрав ее из алфавита, достаточно давно убрав, мы лишились понимания, то есть смысла лишились. Почему мы ложимся, вот, в районе полярного круга, вот в таких домах, а в районе экватора, на ценоках. А когда этого смысла нет, то есть, ты ложись и не понимаешь, куда. Естественно, у тебя и не происходит подзарядка. А когда ты хотя бы осознаешь, понимаешь, это я вот на своей шкуре, что называется, ну, шкуре своих сродников испытал. Когда ты ложись с этим, ты встаешь, ты подпрыгиваешь, как пружина, вот, хотя тебе и там уже шестой десяток лет. А на каком расстоянии у нас находится пассивный активный слой? Вот у нас, если дом вот свой, вот на расстоянии 60-50 сантиметров. Он, в общем-то, вот такой, вот такой ширины, вот такой высоты. То есть, он примерно где-то... Подвал не делаем, да, Игорь Борисович? А? Подвал в таком номере лучше не делаем, получается. От пола 60 сантиметров, сразу кровать ставим, да? Значит, от пола у каждого полной любой высоте, да? Да. Так мы же от земли, имеется в виду, от земли же слой распределяем. Да, вот, от поверхности земли. Да, дом стоим без подвала, да, нам нужно, хотим попасть в этот слой в момент... Ну, почему подвал-то в земле... Мы-то ведем от поверхности земли, почему тебе подвал? Подвал, а хорошее слово похороняющее, вот, это важно. Вот, поэтому, вот вы начинаете считать, готовьтесь к традиции, а я к вашим услугам. Я могу вот на следующий год еще зацепить часть, которая, ну, достигнет общинников, которые вошли в этот край. Вот, потому что чем нас больше, красота спасет мир. Почему я вот стараюсь вам внятно рассказать, вот, опубликовать эту книгу, потому что чем нас больше, чем мы больше вот соберемся, тем больше мы будем влиять, и мы станем реальной силой, реальной силой, которая переворачивать мир не нужно. Его нужно улучшать, сохранять, и ни в коем случае не разрушать. Разрушать, потому что, ра, ведь не страшно там, что там украли кошелек, ведь страшно, что человек, у которого украли кошелек, он уже не доверяет той группе людей, где этот кошелек украли. Ра, сбить, то есть ниточку, вот эту, ниточку добра, света оборвать. Ра, срушить, то есть свет нарушить. Ниточка за ниточкой, человек начинает сторониться людей, уходит сам в себя, вот, и никак не может повлиять на события. А когда ты вот начинаешь людей нести знания, то есть люди уже как бы подтягивают, начинают думать. Я вот смотрю на Яна, мы недавно начали общаться, но это уже, вот, человек вот меняется вот на глазах, потому что он готов к этому. Он, ну, чувствуется, у него не было этого знания, а сейчас оно у него структурируется, и он даже, вот, по сути, задаваемых вопросов, вот, на первом, там, то мы уже четвертый раз меня слушали. Вот, то есть, мне это радостно видеть, и я думаю, что у вас тоже, ну, я надеюсь, я хочу надеюсь. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.